денис приветствую тебя всем привет торговой сессии четверга значит время нашего с тобой традиционного эфира включения когда мы обсуждаем рынке говорим о возможностях которые есть с ориентировать опять же на содержание экономического календаря и вообще на какой-нибудь интересный повод дополнительной в виде фундамента либо интересно классных паттерн которые на графе может займись мы все ближе к концу этого года остаются считанные дни поэтому да с одной стороны волатильность потихоньку начинает сходить на нет поскольку снижается логическим образом ликвидность тот уже досрочно ушел на выходные кто-то еще пытается использовать остаточные возможности этого года но в конечном счете не нужно забывать что чем тоньше рынок чем ниже ликвидность тем выше вероятность того что какое-то даже незначительное событие может его как следует тряхнуть поэтому наверное самая частая ошибка по конец года когда многие теряют бдительность и забывают о том что рынок может преподнести сюрприз под названием ралли санта клауса или вот это при новогодние рождественская ралли у нас кстати по поводу следующей недели думаю что будет еще одно включение если ты найдешь время денег как раз четверг непосредственно перед новым годом чтобы уже кратко подвести итоги того как мы как рынок показал себя в этом году ну что давай сегодня рассмотрим по традиции евро доллар как эталон валютного рынка ну я еще затрону индекс доллара можно посмотреть на золото и на рынок нефти не против я только за отлично давай тогда начнем с меня так индекс доллара текущей котировки 101 97 в соответствии со прежним прогнозом мы видим то что доллар поджимают сдувают доллар логично снижается потому что растет вероятность скорого снижения ключевой процентной ставки в сша когда это произойдет ну возможно это может случиться уже в марте я думаю что вероятность этого объективно очень высокой даже по инструментов этого чтул легко можно заметить что как только выходит слабый отчет из сша сейчас сразу же большее количество трейдеров начинает верить то что он американский регулятор все же скорректировать на политику сегодня уже на самом брифинге говорил что вероятность снижения ставки в марте по данным инструментов этого чтул уже 73 процента но сегодня у нас еще годовые данные по ввп за третий квартал и первичные заявки на пособие по безработица до конца недели нас ждет еще статистика по скажем так потребительской активности в виде личных доходов личных расходов и заказан товары длительного пользования то есть все основные релизы как раз сегодня и завтра по штатам и может быть в следующий раз когда будем обсуждать статистику через неделю уже у меня появится возможность говорить о том что рынок уже с вероятностью 80 85 процентов закладывается под снижение ставки в марте я пока что продавец по инопсу американской валюты принес думаю что может быть до конца года очень амбициозная цель увидеть 100 пунктов но по крайней мере я надеюсь то что за оставшиеся считанные дни этого года мы можем казаться еще пониже данных значений там например в районе 101 50 или ровно 101 так что касается рынка валютного если отойти от индекса доллара например противовес долларом посмотреть еще евро 10951 текущие котировки ну видим то что волатильность оставляет желать лучшего действительно рынку нужно дополнительно вот это фундаментальное топливо с которым вполне могут справиться отчеты и сша о которых я уже сегодня говорил я пока что за идею роста главного валютного риска как минимум до отметки 110 и чуть чуть повыше хотя от многих инвестбанков видел уже знаешь ориентиры по росту евро доллар с акцентом на первые полугодия следующего года и если немножко усредните прогнозы всех этих банков то ожидается что пара евро доллар будет где-то в диапазоне 1150 114 50 ну конечно же если верят в рост евро значит ожидают еще больше восслабления курса американского доллара потому что пара евро доллар это вообще инструмент который можно анализировать просто на основании графика индекса доллара поскольку корреляция между этими активами очень высокая я допускаю что до евро будет и дальше пользоваться спросом причем с точки зрения фундаментального фона здесь не нужно анализировать европейский фундамент потому что он тотально игнорируется трейдерами участники работы только лишь с реакцией доллара из вот эта установка от лагард что процентная ставка в европе будет оставаться высокой дольше чем по в сша поэтому это как бы попутный ветер для главного валютного риска так что касается золота 2035 долларов за трость консуль здесь я прям обеими обоими руками за то что золото может выйти на новый максимум 2 ну хорошо не рекордные не исторически но локальным уж точно и это максимума потенциально расположены выше отметки 250 сейчас на стороне покупателей золото это снижение доллара опять же многое постоянно говорю про рынок облигаций потому что между трежерис и золотом обратная корреляция очень качественно отработает отрабатывать себя эта связка можете посмотреть друзья как например середина октября обвалилась доходность трежерис когда десятилетки были на отметке пять процентов а сейчас это уже 39 за этот период времени золото по сути восстановилась с уровня 1800 до новых рекордных максимум потом последовала коррекция и сейчас вот рынок основу золото выкупает я думаю что прям я очень удивлюсь если ближайшие торговые сессии золото все-таки протащить ниже там поддержки 2000 это прям сценарий который я был очень не хотел и ну останусь тогда верен о своей идее то что рост рынка драгоценных металлов это вполне реалистичный сценарий и что касается рынка нефти здесь очень неоднозначная ситуация я постоянно касательно сырья обращаю внимание на рыночный сантиметр я понимаю что с точки зрения фундаментального фона сейчас даже глупо не покупать нефть потому что чего стоит только новостной фон блокады красного моря когда да мы вернулись к теме именно в соотношении спроса и предложения и того что события красном море именно которые препятствуют перемещению и продвижению прохождение судов через суэцкий канал логичным образом сказывается на глобальном предложении углеводород и их везде я вижу новостные сводки о том что нефти обязательно нужно покупать при таком фундаменте тем более что снижается предложение еще и со стороны соусской аравии и россии но сантимент и не станешь сантимент сейчас указывает на то что вот как раз толпа сидит в этих позициях и я пока что вот себя останавливаю прямо до последнего да могу упустить какой-то или попасть в просаг из-за мощного импульсного движения вверх по рынку нефти но для меня более реалистичным сценарием сейчас касательно нефти бренда является возвращение исходящей тенденции и движение там ниже уже 75 долларов за баррель если сантимент изменится и толпа как раз уже будет в продажах не как сейчас покупка да я откажусь от короткий позиции но это не ближайший такой сессии так слово тебе денис хорошо да есть что сказать но есть пару моментов скажем так с которыми я пока что не совсем согласен значит по поводу и по евро у меня здесь ну просто я особо другого варианта не вижу кроме как на продолжение роста вот то есть тут мы с тобой синергичны потому что потом покажу по индексу доллара приблизительно та же самая картина просматривается и в целом то есть по евро мы видим вот если взять опционы заливки у нас достаточно сильный хедж находится внизу то есть в принципе ниже сюда особо я более чем уверен не пропустят ну может там 1 0 8 50 и на этом скорее всего все и закончится но я более склоняюсь к варианту что все-таки рост с текущих у нас продолжится дело в том что цена сформировала очень хорошую зонку покупателей с которой сделали проталкивание вверх там немножко накидали объемов но пока еще особо не показательным потому что только фактически первая полноценная неделя торгов нового контракта поэтому особо пока еще на точно не смотрю но вверху у нас по опционам очень хорошие есть ожидания и как раз они вблизи контрольной маржинальной зоны находятся то есть это где-то 1 10 50 1 11 поэтому я лично считаю что приоритет у нас здесь будет на продолжение роста то есть что вверх мы все-таки еще добьем примерно вот сюда где-то на 1 10 50 а потом уже оттуда да мог там скорректироваться еще что-то сделать если вы говорите про более такие стратегические еще дальние цели то у нас есть в районе вот 1 12 еще кстати очень неплохие заливки здесь по месячному контракту экспирации у которого будет 5 января и до этого еще есть недельный контракт в общем есть куда расти так что я в данном случае против тренда но очень бы не хотел конечно не советовал здесь встревать единственное что было бы там причиной войти против основной тенденции это только полноценно полное перекрытие всего сегмента вниз тогда да ну я думаю это вряд ли произойдет тем более глядя на индекс доллара здесь как раз больше просматривается сейчас на дневном графике покажу это то есть какие основные у нас были уровни то есть самый ближайший уровень который он больше все-таки коррекционный в районе вот 101 50 находится он вот отсюда взят но чаще всего подобные уровни они больше срабатывают все-таки как локальные отскоки а стратегический уровень куда действительно с большой вероятностью нам могут сделать добой как раз находится в районе 100 с половиной приблизительно то есть это даже тут диапазончик небольшой есть и он взят из двух таких вот сильных стратегических минимумов которые формируют у нас область поддержки поэтому здесь я более чем уверен что у нас в итоге будет дальнейшее движение вниз а потом же будем смотреть на отскок в районе где-то вот 100 с половиной так что локально пока что если индекс доллара вниз то соответственно и евро у нас будет вверх идти на перехать добивать а вот по поводу золота я честно тебе скажу я никак его не смотрю вверх ну вот просто не получается меня по нему вверх да но конечно сейчас немножко на мозги делать потому что в области накопления все формируют формируют свое движение и единственное на максимум куда допускаю добой вверх это вот в область стратегических прошлых стратегических максимумов сопротивления это 2070 2080 а отсюда уже достаточно мощно снова вниз в район тут самая первая такая значимая цель 1950 более сильно уже под 1920 но опять-таки я не исключаю что попытается из текущей зоны то же самое сделать но для этого нужно чтобы тот сегмент который новый сейчас на торговали чтобы его перекрыли вниз и тогда с коррекцией можно будет подбирать только в этом случае но если пойдут на перехать ускорее всего вот это вот зонка потому что там выше особо даже ожиданий прям никаких нету а верхние границы уже тестировали кульминацию сильнейшую тоже уже сделали здесь отскок был сделан на по прошлому декабрьскому контракту от основного контрактного депока но поэтому в принципе абсолютно нормально что здесь отлетели вверх на основе таки этот отскок он он не сильным абсолютно не сильно так что я за продолжение снижения единственно только вот допускаю что могут сюда повыше пройти а уровне кстати говоря по уровням которые ориентируются у нас вот есть это самый ближайший такой вот диапазон достаточно хороший потом здесь вот уровне и там уже пониже так и что касательно нефти по нефти да мы помним чтобы прошлый раз как раз говорили о том что она может просесть но дело в том что когда здесь сделали недобой ниже и после этого сделали полное перекрытие сегмента вверх вот эта штука мне очень сильно напрягла потому что если делать перекрытие то статистически где-то в 70 процентах случаев цена будет идти в сторону нового перекрытия а это вверх ну а так что конечно может быть и ошибаюсь но у меня ощущение что все таки даже по опционам по заливкам видно что в район где-то 80 будут пытаться вытолкать нефть поэтому я тут все таки немножко у меня мнение немного другое все таки думаю что попытаться нам вытолкать ее повыше то есть здесь вот это уровень вот он он как ключевой для сегмента то есть если перекрывает полностью сегмент вверх то там достаточно потом такие среднесрочные позиционные покупки с отката будут достаточно сильны поэтому мне больше кажется что эту всю конструкцию нам заливает именно на продолжение роста единственно будет конечно сложно пройти вот этот диапазон потому что здесь даже не не столько с позиции опционов сколько вот с позиции прошлого фьючерсного контракта здесь очень сильно накоплен объем поэтому будет об него ударяться там отскакивать ударяться но в конце концов я думаю все таки пройдут вверх поэтому здесь я целью все таки в район 80 ну а там дальше уже на следующем брифинге с тобой сделаем уточнение посмотрим как как и что отработалось но пока что у меня так вот локально вверх денис спасибо тебе за точку зрения ну что тогда будем наблюдать еще раз отчеты по сша и да то у американской экономики сегодня завтра то есть это основные триггеры которые еще остались на этой неделе и очень интересно как поведет себя нефтянка дальше потому что как я тебе уже сказал я обычно полагаюсь на фундаментальный фон и я тоже хочу купить нефть прям хочется но сантимент чуть ограничивается в принятии этого решения стана но настроение такое дело что они могут очень быстро измениться и тогда я уже прицепом попробую прыгнуть вот этот состав ведущего вверх локомотиву по нефтянке вот догонять тебя денис но это если изменить сантимент спасибо тебе еще раз за твою точку зрения тогда хорошего закрытия недели тех хороших выходных и до финальной встречи в этом году на следующей неделе покажу тоже отличных выходных их до финиша пока пока пока